Налоговый инспектор и судебные приставы любят действовать вместе. Эффективность их работы в этом случае заметно растет. В результате согласованных мер принудительного взыскания в отношении юридических и физических лиц сумма налоговых платежей увеличилась на 3 с лишним миллиарда рублей. Большая часть – это задолженность по имущественным налогам физических лиц. В инспекции проводится работа по взысканию имущественных налогов. Так, по имущественным налогам за 2017 год со сроком уплаты 1 декабря 2018 года в адрес платежиков, не оплативших налог, были направлены требования об уплате налога. В результате принятых мер и в связи с проведением перерасчетов снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц в 2019 году составило 535 миллионов рублей. В случаях, когда неплательщики не спешат гасить свои долги, налоговая инспекция обращается в суд. Затем судебное решение попадает к приставам. В первом полугодии ими было возбуждено более 12 тысяч исполнительных производств на сумму в 921 миллион рублей. Сегодня у ФССП есть самые широкие полномочия для воздействия на должников. Обращение взыскания на денежные средства, запрет на регистрационные действия с транспортом, ограничение выезда за рубеж и другие. Говоря о взыскании налоговых платежей, не стоит забывать о такой мере принудительного исполнения, как розыск должников и их имущества. За 6 месяцев 2019 года заведено 30 розыскных дел. Из них по 25 розыскным делам уже должники установлены. В результате всех мер обеспечительного принудительного характера, проведению рейдовых мероприятий Одинцовским районным отделом судебных приставов, взысканно и перечислено за первые полгода 2019 года 244 миллиона рублей. Из них 205 миллионов это по постановлению налогового органа и 39 миллионов по судебным актам. Эффективность совместной работы налоговых органов и судебных приставов подтверждает то, что сумма принудительно взысканных налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 52 миллиона рублей.